Дорогие художники, всем огромный привет! Сегодня мы с вами порисуем ежика, поэтому оставайтесь до конца, берите все те же краски, выдавливайте и давайте вместе со мной сегодня поработаем. Меня в последнее время захватили ежи, такие они интересные и уникальные существа, и вот я тут хочу с вами поделиться, это не все ежи, некоторых я уже отвезла в галерею, но какая-то часть у меня осталась, я хочу вам, во-первых, их показать, вас вдохновить на работу со мной, вот такого ежика, они немножко деформированные эти работы, потому что я их только вчера написала, и вот эта вот бумага канцена, она немного так деформируется, пока сохнет, но потом она выпрямится, как только высохнет, будет полностью прямая. Вот такого ежика я написала на тыкве, буквально вчера он еще сохнет, но вот такая вот интересная яркая работа, сегодня тоже буду писать ежей, но в новогодней тематике. Мы с вами попишем, попробуем нарисовать ему мордочку и также поработаем с иголками, да, как же их рисовать очень быстро, легко и понятно, я вам сегодня все покажу. Вот такого ежика я вчера тоже написала, он еще у меня тоже сохнет, такой серьезный, интересный, выглядывает там, интересный такой натюрморт. Это работы все небольшие, 20 на 20 сантиметров буквально, поэтому, но мне интересно сейчас захватило меня именно рисовать вот такие вот композиции на небольших форматах, потому что вы знаете, что я очень не люблю большие холсты. Вот такого ежика интересного тоже написала, кстати, забыла вот сюда пририсовать эту ниточку красненькую, которая держит этого, ключик держит. Обязательно пририсую, потому что немножко странно он висит. Вот такого ежика интересного, выглядывающего оттуда сверху тоже написался. Работа уже вот подсыхает, но еще не до конца, она уже начинает выпрямляться. И вот такого ежа, вы уже видели видео с ним, как я его писала, есть мастер-класс в моей школе по этому ежику, поэтому кто хочет тоже, кто не бывал в моей школе, обязательно пишите мне ВКонтакте, я вам всю информацию скину. И вот такого ежика тоже интересно на нотных листочках написался. И мы сегодня будем писать мордочку вот от этого ежа, интересную такую, напишем небольшую часть, всю мордочку и небольшую часть иголочек напишем. И тут тоже немножко с фоном, поэтому давайте приступать. Итак, давайте посмотрим, какие красочки нам пригодятся. У нас снова будет ограниченная палитра, немного красок, те, которые наверняка у вас уже есть. Итак, это кобальт синий спектральный, я, кстати, купила новую краску его, и сегодня покажу вам крутые сочетания, как он может офигенно сочетаться и давать очень классные оттеночки, особенно вот мне в ежах понравилось с неаполитанскими, ну и в принципе со всеми другими цветами хорошо сочетается. Итак, неаполитанская желтая, и давайте, здесь понятно, да, вот неаполитанская желтая, неаполитанская желто-палевая, белила титановые, королевская голубая, вот она, и кобальт синий спектральный, и умбра у нас натуральная ленинградская, подойдет нам для глазок и для рисования колючек. Итак, давайте сделаем рисунок, берем неаполитанскую желтую, немного разбавителя, у кого что есть, кто-то может вообще пишет на масле. Начинаем делать рисунок. Сначала рисуем достаточно просто, рисуем достаточно просто, мордочку ему, потом мы будем корректировать ее какими-то этим, будем корректировать фоном и так далее. И здесь уже колючки пошли. Так, и чуть-чуть вверх туда поднимается наш лёжик, колючки у него там поднимаются. И здесь также. Сейчас нарисуем второй глазик, он будет у нас видящим. Всё-всё, друзья, будем корректировать уже в процессе, но вот такой простенький, да, рисуночек нарисуем. Не сильно замороченный. Ушко здесь практически не видно, в такой позе находится. А вот такой вот у нас ёжик получился. Так, давайте дальше с вами начнем приступать к его уже написанию. Я возьму сейчас кисть чуть побольше, это у меня двойка, аккуратно её вытру, и мы начнем, давайте, с вами, с закладки мордочки. Я сейчас беру неаполитанскую жёлто-палевую, сюда же вот в неаполитанскую жёлтую и синий спектральный цвет беру, и у меня получается такая хорошая основа, которая на несколько тонов темнее. Чуть-чуть, может, даже умру, чуть-чуть умру, перебор. И получается вот такая вот интересная основа, то есть изначально мы с вами закладываем на несколько тонов темнее нашу мордочку. Она у нас, да, будет светлая, беленькая, но мы её закладываем темнее, чтобы нам потом выложить и вылепить хороший, красивый объём. И прям вот так вот можем вот этим уже замесом, да, видите, что я вот им одним закладываю полностью морду своего ёжика. Так вот, немножко сейчас страшненько получается, но это нормально. Так, продолжаем. Здесь они, ёжики, маленькие, да, и очень много приходится тут работать с... Здесь уже можно немножко формировать объём, добавлять другого, добавлять тона нужного. То есть здесь уже уходит в тень. И вот такими мазочками, аккуратными, или не очень, но я их, в принципе, делаю достаточно быстро, поэтому может вам показаться, что они не очень аккуратные, но я стараюсь, правда. Всегда очень стараюсь описать свои работы, потому что это в моих интересах. А вот так мы пока давайте его заложим, на этом остановимся и перейдём к колючкам. Итак, мы берём с вами умбру для них, также спектрально синий, и вот этим вот тоном мы закладываем с вами колючки. То есть мы изначально закладываем достаточно тёмный тон. Вот ещё темнее у меня сейчас тут разбеляется из-за неаполитанских, но закладываем ещё темнее чуть-чуть. Добавляем охры, и вот таким вот образом мы с вами его заложим. Также сейчас просто закладываем в один, вот в один замес. То есть вот сделали замес, и всё, его вот так вот накладываем. Немножко тут побольше, да, он будет подниматься повыше. Здесь уже кверху чуть-чуть тон посветлее, можно неаполитанскую добавить. Таким вот образом мы закладываем нашего ёжика. Следим за тем, чтобы кисть была у нас не сильно сухой. Ой, какой получился красивый лохмоты ёж. Сейчас мы его пропишем, прорисуем. Будет он у нас красивым. У меня здесь бумага, конечно, неподготовленная, но я стараюсь вот ей писать на ней. И вот таким вот образом можно даже заширкать быстро вот эту вот часть. Ну и, конечно же, здесь, да, тоже сколько у нас уходят колючки. Но мы дальше продолжать не будем. Сейчас мы с вами давайте немного оформим, сделаем фон. Он такой неаполитанский у меня здесь на картине. Мы его также и сделаем. Таким же оставим. Здесь вот с этой стороны. Чуть-чуть можем добавлять ещё какие-то, конечно же, оттеночки. И около морды сделаем фон намеренно потемнее, потому что он будет здесь, мордочка будет светленькая. И нам выгоднее сделать фон темнее, так как, так как мордочка, ну сейчас вот всё сливается, но мы его высветлим. Подкорректируем ещё, сделаем рисунок. Какие-то красивые мазочки. Так, давайте сейчас остановимся и приступим к написанию мордочки, потому что сейчас мордочка здесь всё сливается. Но мы с вами сейчас всё исправим. Итак, начну с глазок, наверное, да, чтобы нам их показать, написать, поставить. И вот таким вот образом, просто чёрной краской я сейчас закладываю первый глазик и второй глазик. Первый, этот первый глазик, он будет немножко так сбоку. А вот этот больше раскрыт. И также мы тут добавляем какие-то тёмные места, то есть под веком. Сейчас немножко высветлим здесь этот тон, сделаем его сразу же светлым. Берём белило и вот сюда вот в этот же замес, где здесь все у нас цвета. И закладываем, рисуем ему вот эту вот светлую мордочку, чтобы отделить её от фона, показать объём на еже. Таким вот образом я сейчас прохожусь по нему, и мы видим, как уже формируется у него объём и какой-то получается красивый рисунок. Также тут носик, немножко он у меня такой вытянутый носик получился, мы его сейчас подредактируем. Так же здесь. Краска у меня быстро очень впитывается в эту, в поверхность. Я сейчас тут плохо вижу, что тут у меня. Также давайте посадим носик, нарисуем ему где он? Он вот здесь вот будет чуть-чуть повыше, чем мы его запланировали. То есть пока пишем ещё рисуночек, да, корректируем. Это нормально. Корректируем фоном и по-всякому. Ну вот, смотрите, какой уже ёжик у нас круто получается. Здорово. Давайте дальше идём. Нам здесь ещё нужно проработать с мордочкой, написать какие-то тени, написать, задать, сделать ещё, конечно же, объём красивый ему. Сейчас я формирую тоже. Давайте пробуйте, не стесняйтесь, всё у вас получится. Очень-очень начинающие художники очень много всего боятся. У меня сейчас вот проходит челлендж, но это прям одни страхи. Больше ничего нету. Очень много останавливающих во всём страхи, страхи. Но это в нас закладывает школа, да, наша система образования. Иначе, если бы мы все были такими свободными, без страхов, нам бы, конечно, мы бы были более счастливыми. Так, глазки наши пока сидят хорошо. Я дальше формирую здесь какие-то моменты. Вот сюда у меня уйдёт этот глазик. Мы сейчас ему напишем сюда посветлее. Так. Сделаем сейчас ровненько, да, скорректируем этот глаз. В принципе, с глазками здесь не сложно, в том плане, что вот они чёрненькие, да, и на этой картине мы больше не видим никаких там. Так, вот сейчас глазик хорошо садится. Этот глаз чуть-чуть сюда двигаем ещё вперёд. Вот так отлично получается. Друзья, у вас всё тоже классно-классно выходит. Я вот так же сажусь рисовать. И боюсь, что у меня вдруг ничего-то не получится на этом мастер-классе. Хотя я уже тут уже понаписала много. Но, тем не менее, тоже страхи есть. Так. Дальше снова мы с вами пробираемся около носика. У ежей, у них немножко так потемнее, да, обстоят дела с вот этой вот кожей. Там что у них, шерсть-то есть, не знаю. И мы носик формируем чуть-чуть потемнее в этой части. Носик тоже никаких, никакой сложности в написании носа нет. Потому что он пишется вот очень даже так быстро. То есть просто чёрненьким заливаем. Делаем чёрненькую пуговку, и на этом всё. Так, вот такой вот носик. Здесь у нас тень. Давайте её тоже напишем. Потому что здесь нам нужно сформировать нужную, также нам нужный объём. И аккуратненько выводим, выводим его. Мы ещё будем высветлять тон мордочки обязательно. А потому что она сейчас ещё не до конца у нас прописана, написана. Сейчас пока вот тут закрашиваю. У меня кисть тут надо поменьше взять. Кисть, наверное. Два ноля у меня кисть, для самой маленькой. Я ей пишу котам усы. Ну и вообще вот, да, например, в еже можно её также использовать. Потому что она очень маленькая. И здесь очень вот это всё мелкие детальки. Их можно пописать, порисовать. А здесь так носика чуть-чуть вот этого тень идёт. И мы видим, что вот намного, да, пожухло. Я вот здесь прям очень так пастозно могу наложить вот это вот белило. Прямо беру чистые белило и накладываю их на вот это вот белое, на белую часть морды, не боясь. Но она у меня сейчас может снова впитаться, пока я тут пишу. Кисть слишком маленькая. Нужно из них побольше. Вот таким вот образом мы корректируем ёжику нашему объём. То есть на предыдущий тёмный слой мы накладываем светлый слой. И таким образом он у нас становится объёмным и проявляется. Ну вот такой метод я, конечно, выработала в работе именно вот, когда я работаю в один сеанс а-ля прима. Да, и он, конечно, очень удобный, потому что иначе с объёмом можно провозиться очень долго. Такой носик здесь. Здесь немножко оставим ему вот эту вот тень. И можно так вот чуть-чуть выделить. Вот сюда вот ближе к колючкам тоже чуть-чуть потемнее, да. Как бы там, получается, падает тень от них. То есть они такие объёмные. Так, и давайте пока у меня здесь маленькая кисть. Я буду рисовать глазки. Напишу глазки, допишу их. Здесь вот у нас ещё идёт часть. Немного кисти другую, правда, сейчас всё-таки возьму. Это совсем неудобно мне работать. Так, давайте глазки мы с вами закончим. Здесь, в принципе, по глазам, по глазочкам немножко вот такая вот обводочка, да, вокруг у них есть. Ну, вот сейчас маленькой-маленькой кистью мы с вами всё и пропишем ежа. Берём белый и ставим маленькую такую точечку. Глазик наш проявляется. А вот тот глазик, который у нас в тени, мы его делаем посинее. То есть на синим блик. И делаем вот такой вот синий блик. Оп, посмотрите, у нас уже в нашем прекрасном ёжике появился взгляд. Сформировали мы с вами взгляд. Отлично. Ещё несколько моментов, и мы с вами поработаем с колючками. Что тоже немаловажно. Сюда чуть-чуть посветлее. А здесь вот носик нужно подвинуть. Чуть-чуть двигаем нос. Вот сюда. Потому что мордочка немного не туда смотрит. Вот сейчас очень светлый получился. Очень светлый здесь тон получился. Мы его уберём. Вот такой вот будет лучше. Так, носик. Сюда чуть-чуть его двигаем. Он слишком выдвинут вперёд. Вот такую пипочку просто пишем, рисуем и всё. И здесь вот эту вот мордочку прорисовываем так же, чтобы она была видна, заметно. Объёмчик. Здесь вот уже тени в основном. Потихонечку-потихонечку формируем объём. Лиже. И сейчас он будет у нас красивым. И здесь чуть-чуть ещё добавим света. Вот такая вот такая. Немного он у меня получается другой. Потому что я прям вот не стараюсь точь-в-точь копировать то, как у меня на этой работе. Просто пишу вот примерно в такой же позе, но уже что-то своё. Не люблю делать копии прям вот одинаковые. Скучно же. Согласитесь, всё это рассчитываю. Рисовать одну работу. Когда работала на Этси, много рисовала одних и те же работы. Так. Но это приводит только к выгоранию. Больше ни к чему это привести не может. Поэтому никому не советую. Так творить, так быть. Здесь также у нас ещё. У кого было глазико. Это вот тёмное. Подводочка-обводочка. Подводочка-обводочка. Ещё давлю спектральный. А вы пока продолжайте выписывать ежа. Так. И мы сейчас возьмём... Ну, я меняю кисть. У меня двойка. Я хочу порисовать колючки. Итак. Смотрите. У нас, значит, мы заложили какой-то тон. Нужный нам для колючек. Теперь мы этот тон... Теперь как мы будем работать дальше с ним? Зря вот сюда сейчас добавляю эту охру. Итак. Всё. У нас есть определённый тон. Мы сейчас берём на несколько тонов темнее. Ну, это примерно сюда же. Чуть-чуть с синеньким. На несколько тонов темнее самого светлого. Но уже светлее вот этих колючек. И прописываем. У меня тут сейчас всё-всё высохло, конечно. Вообще всё впиталось. Не знаю, как получите наши колючки. И делаем вот таким вот образом. Который у нас не получается. Сейчас, секундочку. Возьму кисть поменьше. Потому что та у меня не берёт. И вот таким вот образом я просто наношу якобы вот такие вот колючки по росту. По росту, да, ёжика. По шерсти. Так сказать, как вот в детском саду прям. Такая декоративная. Декоративный приём нанесения краски. Просто на вот уже готовую поверхность я сейчас делаю колючки. Мы видим, что они уже образовываются. Но нам ещё нужно чуть-чуть посветлее взять следующий тон. И будет вообще красиво. Тон уже будет натурально. Сейчас пока вот таким вот образом сформирую. Чуть-чуть побольше можно их сделать. Здесь также ещё уплотнить. Можем вот прям чистую лумбру взять. И сделать красивый тон потемнее. Где-то потемнее взять. Сюда немножко продлить тень. Дальше идёт, да. Дальше. Мы сейчас ещё больше высветляем тон на для колючек. Вот сейчас сюда, здесь в синеньком. И ещё прям самые светлые добавляю поверх вот так же, таким же хаотичным образом, поверх вот этих вот более тёмного тона колючек. И получается вот такая вот, вот такой вот ключ и ёжик. Немножко здесь где-то ракурс меняем, чтобы прям они не в пересчёт такие были. То есть направление, да, вот так вот меняем таким образом. Ну вот такой вот ёжик у нас получается. Здесь можно совсем прям светлый. Вот я сейчас уже беру белила. И вот с краю, с краева, как раз чтобы ёжик выделился на фоне, я беру прям светлые колючки. И делаю их самыми светлыми. Можно ещё пару таких колючек где-то вот там, где больше всего освещаемость, да, к примеру, вот здесь вот добавить ещё сюда. Вот. И вот такой вот ёжик у нас, в принципе, получается. Интересный, красивый, друзья. Дальше его также можно продолжать. Сюда вот, да, добавлять цвет, добавлять тон. Здесь уже мы видим, что он в тени находится, вся его это. И поэтому вот таким вот образом можем её также залить плотненько, плотным тоном. Сюда чуть-чуть тень. И там можно рефлекс сделать внутри. Здесь вот, чтобы был тоже так же объём. Ну и, конечно же, вот колючками всё это под ними, во-первых, написать ещё вот эту вот тень от колючек. И вот таким вот образом получим колючего нашего ежа, нашего прекрасного персонажа. Вот таким вот образом. Мы с вами нарисовали ёжика красивого. Надеюсь, друзья, вам понравился данный мастер-класс. Надеюсь, их будет побольше теперь. Здесь около иголочек также, да, я формирую какой-то вот переходный, такой переходный тон от тёмного к светлому. Так как здесь у него вот светлая эта будет шёрстка. И я формирую такой переходной тон, чтобы это было более естественно смотрелось. Вот такого вот ежа мы с вами, друзья, написали. А здесь можно, конечно же, ещё что-то доделать. Но мы уже с вами, наверное, будем останавливаться. А вот можно ещё, да, добавить прям вот этого белого цвета белил на самую светлую шёрстку. Вот сюда ещё. Прям вот чисто белый берут цвет и добавляю прям такой вот плотный. Видите, да, насколько густой у меня здесь густой тон. Сюда вот также можно добавить. И ещё на носик. А, и ещё на носик мы с вами поставили блик. Вот такой блик можно поставить на носик, чтобы он был более естественным. Мне не очень было сегодня удобно работать, конечно, потому что краска всё впитывала. И у меня было ощущение, что вот я уже работаю на сухой бумаге, на высохшем слое краски. Мне, конечно, это очень не нравится. Я вообще не люблю работать, например, там, на следующий, на второй день по высохшему слою. Для меня это просто вот смерти подобно. Вот такой вот у нас ёж получился. Немножко здесь уберём слой краски. Друзья, ну что, ёжик наш готов. Будем останавливаться. Бумага, конечно, быстро всё впитала. Но, тем не менее, что смогли, то написали. Думаю, что у вас тоже получится очень-очень крутой результат. Поэтому, те, кто поработает, можете присылать мне ВКонтакте. Я с удовольствием посмотрю ваших ежей. И прокомментирую. Вот такой вот получился персонаж. Ещё немножко не хватает. Там под глазиком тенюшки. Друзья, ну что, всем огромное спасибо за работу со мной, за просмотр. Всех благодарю, что были сегодня со мной на канале. И всем желаю удачи в работе. И всем пока-пока.